всем привет с вами ира и канал готовим с любовью сегодня с вами делюсь своим фирменным рецептом пузырчатые чебуреки на воде с двумя начинками рецепт просто сказка вы посмотрите какие чебуреки у меня получаются я вам всем рекомендую порадовать свою семью и удивить невероятно вкусными сочными чебуреками для теста на чебуреки нам нужны будут следующие продукты 300 миллилитров теплой воды немного теплее комнатной температуры две столовые ложки смальца я его растопила по весу это 50 граммов можно заменить маслом пол чайной ложки соли и мука в миску выливаем теплую воду добавляем соль добавляем растопленный смалец и теперь добавляем муку муку я заранее просеивала и замешиваем эластичное тесто сегодня мы приготовим чебуреки с двумя начинками на любой вкус угодим всем без исключения вы знаете вот именно тесто с добавлением смальца получается невероятно нежное и пузырчатое чебуреки просто отпад я готовлю по этому рецепту не первый раз всем нравится вымешиваем тесто руками добавляем еще муки тесто должно быть пластичным потом немножко вот вымешиваем тесто на столе так его легче скатать в шарик тесто смотрите прекрасное слегка возможно вот прилипает но можно сказать практически не прилипает но эластичное перекладываем его в миску в которой замешивали тесто накрываем полотенцем и оставляем в тепле на полчаса чтобы тесто настоялось на замес у меня ушло пол килограмма муки первая начинка классическая мясная нам нужны будут следующие продукты 250 граммов фарша 1 луковица соль перец добавляем по вкусу и 30 миллилитров воды для второй начинки нам понадобится 150 граммов домашнего творога можно взять адыгейский сыр и 100 граммов моцареллы соль перец также добавляем по вкусу также я добавляю один желток луковицу нарезаю помельче кубиком и пюрирую погружным блендером к луковице добавляем фарш добавляем молотый черный перец соль можно добавить любые специи и воду 30 миллилитров и вымешиваем первая начинка готова ну и сырная начинка я ее просто обожаю значит натираю сыр моцарелла у меня домашний творог берите любой можно добавить зелень ну как-то вы знаете то ли я не привыкла но мне больше нравится начинка без зелени и детям кстати тоже люблю чувствовать именно вкус сыра ничем его не забивать теперь добавляем немного соли только совсем чуть-чуть и один желток вилкой перемешиваем достали тесто отдохнувшие немножко подмесим его сегодня у нас будет праздник живота чебуреки готовлю не часто но мы их очень любим теперь берем скалкой тонко раскатываем тесто не забываем подсыпать муку на стол чтобы чебуреки приблизительно были одинаковой формы одинакового размера я вырезаю тарелкой основу и теперь формируем чебурек все очень просто выкладываем мясную начинку я выкладываю побольше начинки у меня достаточно тем более два вида обязательно добавляйте воду в фарш так чебуреки будут сочнее и накрыли но тут уже кто как хочет я ложкой вот смотрите делаем вот так вот красивый край получается и главное что плотненько соединяем весь сок останется в чебуреки на раскаленной сковороде с растительным маслом обжариваем наши чебуреки чебуреки жарятся в большом количестве растительного масла это главное правило чебуреки у меня получились огромными и пузырчатыми смотрите я вам советую все таки жарить по одному намучилась двумя еле перевернула и конечно же выкладываем их обязательно на бумажное полотенце как только чебурек поджарился с одной стороны переворачиваем на другую сторону обжарили с другой стороны и достаем аккуратненько главное чтобы чебурек не порвался тогда все соки остаются в нем и хочу вам показать с другой стороны чебурек смотрите какая красота смотрите толщина если вам видно хрустящая много сока внутри всем рекомендую их готовить чтобы не перепутать какой у меня с сыром чебурек а какой с мясной начинкой я тут буду подворачивать по другому края значит смотрите и красиво и надежно ведь сырная начинка она у нас также сочная пока у нас обжаривается один чебурек я формирую вторую вы только посмотрите как они надуваются с одной стороны поджарили и аккуратно переворачиваем на другую сторону теперь достаем аккуратно чебурек смотрите с другой стороны какой у нас объем высота чебурека перекладываем обязательно на бумажное полотенце и вот уже следующий створогом отправляется жарится чебуреки готовы с этой порции получается 10 больших чебуреков невероятно аппетитные вы только посмотрите тесто хрустящее пузырьчатое много начинки я вам всем рекомендую их приготовить радуйте свою семью только домашними чебуреками они самые вкусные ну а теперь долгожданная дегустация сейчас мы его разломаем вот это у нас как вы видите с сырной начинкой сочная начинка нежнейшее тесто хрустящее снаружи мягкое внутри невероятно вкусно смотрите сколько сока готовьте не пожалеете конечно плиту на которой жарила придется вымывать но вкус этого стоит а вот и мясной чебурек мужчины любят мясо поэтому без мясного чебурека некуда разламываем девочки вот только посмотрите посмотрите какое тесто посмотрите какой сочный чебурек ну и вот он огромный мясной чебурек который так нравится моему мужу смотрите какой он это просто восторг хрустящее тесто рецепт идеальных чебуреков найден готовьте на здоровье и радуйте свою семью всем желаю удачного приготовления и хорошего настроения на целый день подписывайтесь на наш семейный канал дружная семья ссылка под видео подписывайтесь на наш кулинарный канал готовим с любовью с вами была ира до новых встреч пока пока